Шпецли можно есть как самостоятельное блюдо, обжарить его на сковородке, добавить сливок, добавить сыра, пускатного ореха и блюдо готово. Затем посыпать жареным пыхим луком и петрушкой. Шпецли – это также очень отличный гарнир, который подойдет к мясу говядины или свинины. К рагу, гуляшу, киштезельтез. Всем привет! Покажу я вам сегодня, как я готовлю шпецли. Подкачаю, так сказать, свою мускулатуру. Небольшая подсказка от меня. Так как процесс этот требует довольно большого вложения физических сил, то шпецли лучше замешивать, взбивать в раковине. Так просто удобнее. Для этого простого рецепта мне понадобится муку я предварительно просею. Руки я помыл. Добавляем в чашку сразу воду, соль и вбиваем 7 яиц. Все тщательно перемешиваем. И предварительно вымыв руки, всыпаю просеянную муку и начинаю вмешивать тесто. Тесто вымешивается именно таким образом. То есть нужно ладонью бить по тесту. Тесто, конечно, не обязательно взбивать руками. Можно воспользоваться ручным миксером, который справится с этой задачей тоже превосходно. При такой процедуре, конечно, очень быстро устаешь, поэтому время от времени отдыхайте. Тесто считается готовым тогда, когда вы увидите пузыри. Так, вот уже начинает появляться. С небольшими перерывами на отдых тесто я взбил. Где-то взбивал я в общей сложности 15 минут. Так, ну вот тесто мое готово. Если вы хорошо постарались, то через какое-то время у вас тесто начинает подниматься и появлялись такие вот пузыри. Это говорит о том, что оно напиталось воздухом и можно приступать к дальнейшему действию. Я перемещаюсь к плите, где у меня уже подготовлено с кастрюля с кипящей водой, хорошо присолено. Во время приготовления шпесли вода наша кипеть не должна. Так, ну вода моя готова. И я приступаю. Тесто, вы видите, какое оно должно быть таким тягучим. И аккуратненько. Шпесли, они должны быть очень длинными, поэтому я их палеткой снимаю. И дальше. Ну и дам повариться примерно 2 минутки. Ну вот, 2 минутки прошли, и готовые шпесли я отправляю в чашку с предварительно наполненной холодной водой, чтобы они у меня сразу же остужались. Да, кстати, друзья, вот такая вот картофель пресса. Подскажите мне в комментариях, как она называется по-русски. Я понимаю, что такая вещь есть не у каждого дома, поэтому я предложу альтернативу, а именно, мы просто берем наше тесто, накладываем на разделочную доску, разглаживаем ее примерно вот так, и палеткой просто снимаем. То есть, в этом, как вы видите, ничего сложного нет. Ну вот, оставшееся тесто, которое уже через пресс у меня не проходит, я его именно соскоблю. Если вы будете делать шпесли при помощи картофель пресса, то имейте в виду, чтобы количество воды не соприкасалось с поверхностью картофель пресса. Это расстояние примерно от 1 см до 5 мм. Вода при этом у вас, и еще раз напоминаю, кипеть не должна. Температура ее примерно должна быть до 99 градусов. Ну вот, друзья, в общей сложности у меня получилось 1 кг 300 г готовых шпецлей. Попробуйте приготовить их для своих домочадцев, и вы увидите, они будут пользоваться популярностью, особенно у детей. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok